Всем привет! На самом деле я до сих пор не могу отойти от нового года и влиться в колею, и поэтому, когда я поняла, что прошел февраль и мне нужно было сделать фавориты за январь, но я пропустила, то я поняла, что это полный фейл, потому что сейчас мне придется показать продуктов меньше, чтобы это не было длинное видео, но по сути тем, чем я пользовалась за целые два месяца, это довольно сложно сделать, потому что каждый месяц получается, что я что-то меняю. В общем, да, сегодня я хочу вам показать и рассказать в своих любимочках за январь и февраль месяц, поэтому, если вам интересно, поехали! Итак, хочу начать с рандомных фаворитов и назвать любимые песни и фильмы. Я уже выпускала ролик, кто не знает, не видел, оставлю ссылки внизу, и я эту рубрику назвала «Я это смотрю», это те фильмы, которые мне запомнились, допустим, за один месяц. Есть фильм, который не попал в эту рубрику, но он мне очень-очень сильно понравился, поэтому вот сегодня я его оглашу, и давайте начнем сразу с него. Это фильм «Судья». Он мне очень понравился. Жизненный смысл... Вот вообще в фильмах вы можете слышать постоянно фразу «смысл», но действительно, мне очень нравятся фильмы, которые все-таки имеют глубокий смысл, а не просто, где можно посмеяться. Есть огромный смысл, есть проблема отцов, детей, вообще семьи. Огромные вот... Ну, я плакала, на самом деле, на этом фильме, потому что показаны отношения людей, отношения в семье, как должно это все развиваться, то, что ты должен все-таки любить того, кто тебе дал жизнь, подарил, заботиться об этом человеке. Ну, в общем, там очень много проблем поднято, и мне очень понравился этот фильм. Что касается музыки, то были две песни на протяжении этих двух месяцев, которые я слушала просто вот до тошноты. Первая песня Джесси Джей, и называется она Burning Up. Эта песня очень веселая, очень забавная, и под нее всегда, когда я ее слушаю, мне хочется что-то делать вначале, и это здорово, когда песня заряжает такими положительными эмоциями. И вторая песня, она диаметрально противоположная, она довольно мелодичная, довольно спокойная, не могу сказать, что она грустная, но она такая размеренная. Это Сэм Смит, и называется песня Another Only One. Очень классная песня. Вот с сочетанием того, что у меня появился синтезатор, точнее сказать, он не то чтобы появился, он всегда был. Этому синтезатору, наверное, уже лет 10. Он прошел со мной кровь, пот, слезы. Это синтезатор моего детства. Это прям вообще ностальгия полнейшая. Я сочетаю вот эту мелодию песни Сэм Смита и игру на фортепиано-синтезаторе, и я получаю вообще безумное удовольствие. Поэтому да, вот эти две песни были мною очень-очень любимы. Что касается также рандомных фаворитов, сразу вам хочу показать. Это то, что меня грело в прямом смысле слова. Это вот такая пижамка, которую я заказывала, не поверите, с китайского сайта Алиэкспресс. И я просто хотела очень теплую, такую плюшевую пижаму, но я не могла нигде найти ее. Я смотрела на футужаме, на всем известном сайте, где продаются пижамы, на других сайтах, но вот почему-то все там пижамы, они вот полностью идут. То есть знаете, кенгуру или панда, вот они с капюшоном вот так комбинезоном идут. Мне такое не устраивает, потому что, мне кажется, в практике дома это не очень удобно. Поэтому мною была приобретена вот такая безумно мягкая плюшевая пижама с Алиэкспресс. И вот честно сказать, не отличите ее от покупной, допустим, в том же футужаме или в каком-то другом бутике в вашем городе. Обалденное качество. Сшито вот действительно, можно сказать, что это не китайщина. Потому что сшито, я вам честно говорю, это обычная фабрика какая-то заводская, которая пошивает. Это вообще не китай, ни нитки не торчат, ничего. Единственное, что отличает это, наверное, китай, это размер. Потому что у меня эль, и не поверите, она мне в рукавах короткая, и также штаны, они мне коротковаты. Вот прям давно мечтала, хотела, еще она с кармашками, и вот на ощупь безумно приятная. Я прям вообще, я в нее влюблена. Также, что я хочу вам показать, не косметическое, это чай. На самом деле, так как уже конец февраля, точнее уже, так, сегодня какое число? Второе марта. Вот, сегодня второе марта я делаю фавориты января-февраля. И в январе у меня была сессия, и вот этот чай меня спасал. К сожалению, я не могу вам назвать, сказать название, потому что мне вот этот вот пробничек чая, первый раз слышу, чтобы давали как бы пробники не только косметики, но и чая. Чай, который на развес с ромашкой намного вкуснее обычного там чая листового, который продается в там, в Ашане или в Пятерочке, неважно. У них разница просто огромная во вкусовых качествах и в последствиях, которые они несут. Потому что ромашковый чай он должен, в принципе, успокаивать, он должен нормализовать ваш там, если вы переохладились или наоборот перевозбуждены. Вот этот чай меня действительно спасал, потому что во время сессии я всегда нервничаю, и когда я не могу уснуть или просто какое-то у меня вялое состояние, я всегда пью ромашковый чай. Он меня подбадривает, и несмотря на то, что зеленый чай реально подбадривает, я с ним засыпаю. Я могу выпить на ночь зеленый чай и спокойно уснуть, и я не буду бегать полночи в трусах по дому. Поэтому чай, который у вас продается, допустим, в отдельных лавках, именно на развес, обязательно попробуйте ромашковый. Мне кажется, в любой лавке есть ромашковый чай, это такая база. Теперь, что касается не косметики, но очень близко к ней, это парфюм. Моим любимчиком, моим фаворитом стал парфюм от Lanvin, Mary Me. О, с этим парфюмом очень много связано. Но могу сказать, что, во-первых, мне его подарили любимый на Новый год, и я безмерно этому рада, потому что это аромат, при котором мы с ним познакомились. Вот этот аромат мне, в принципе, нравился и раньше, но сейчас он ассоциируется именно с нашим знакомством. Аромат цитрусовый, нет, не цитрусовый, цветочный. Я не люблю цитрусовые ароматы, и я не люблю ароматы ягод, там вишни, малины, клубники. Моя парфюмная гамма, это вот этот аромат, и аромат от Villa Juice от Juicy Couture, вот у меня он тоже был. Он вот рядом стоит вот с этим, именно по моим таким ассоциациям, то есть он тоже такой цветочный, немножко сладковатый, немножко кисловатый. Он не вишня, не клубника и не виктория. Ну то есть что-то вот в этом духе. Ну и последнее, что связано с косметикой, будут два продукта для губ. Причем странная такая вещь и закономерность. Всегда, когда я использую вот эти два продукта, где-то в инстаграме или на видео с ними, вы мне обязательно спрашивайте, либо в комментариях, либо в личку. Я получаю постоянно огромное количество комментариев и вопросов на тему, что такое у тебя на губах. Ни один там какой-то прозрачный, супер красивый бальзам или блеск не вызывает столько комментариев, как вот эти два. А первое, это карандаш для губ, который сейчас у меня на губах. Он матовый, естественно, любой карандаш имеет матовый финиш. И у него такой довольно приятный, чайный розовый, наверное, цвет, но он уходит немного в персик, потому что на губах он не смотрится розовым, он смотрится немного персиковым. И эта фирма, если честно, вот у меня такого никогда не было, чтобы я зашла в магазин и взяла первый попавшийся. Причем неизвестна фирма Стилл. Я очень часто использую карандаш как помаду матовую. Мне больше нравится, как она держится, как она лежит, поэтому я решила вот просто по цвету взять, и он стоил там копейки, может, рублей 60. Не поверите, эффект просто потрясающий. Держится очень хорошо, но подчеркиваю все шелушения, и вот я использую чаще всего на бальзам для губ, потому что даже мелкие трещинки подчеркивает. Но мне безумно нравится оттенок, и то, что он так натурально, бежево, вот именно натурально смотрится на моих губах. То есть это мой цвет губ, только немного подчеркнутый, обожаю его. И еще один продукт, это матовая помада, которая в бутыльке находится как, ну, по типу, знаете, ну, мы вот этой. Пахнет приятно, но факт в том, что это китайская помада, которую мне присылали на обзор, и я нигде не упоминала, потому что она ужасная по качеству. И мне вот раздирают эмоции говорить вам, не говорить, рассказывать о ней, но я получаю такое огромное количество вопросов, когда я использую эту помаду. Она ужасная по качеству, она очень сильно подчеркивает шелушение, она безбожно сушит губы, еще сильнее, чем нуба. И она съедается, причем она липкая. Вот вы нанесли ее, она застывает мгновенно, и это неудобно, потому что ты не можешь ни второй слой наложить, даже первый не успеваешь накрасть, она уже засыхает. Она ложится комками, она прилипает, у нее настолько липкий слой, что как бы я не протирала салфеткой, как бы я не припудривала пудрой, все равно очень липкая. Вот такие у меня были фавориты в этих двух месяцах, я думаю, что в последующей будет кардинально все другое, потому что, естественно, меняются вкусовые предпочтения, меняются музыкальные предпочтения, меняется что-то в косметике и в одежде, соответственно. Поэтому следите за моими обновлениями во всех социальных сетях, обязательно просматривайте ролики на YouTube, которые принесут вам тоже очень много полезной информации. А мы увидимся с вами в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok